Кривый Рих Місто шумних проспектів і тихих вулиць, гігантських кар'єрів і глибинних шахт, місто трударів, науковців, митців, щирих людей, обдарованих талантами. Місто, яке має своїх майстрів. Олександр Козарецький Місто прийшла мама і папа, мене там ругали, як обычно. Це була моя перша картина на стенці. Я, коли вже поступив в інститут, я вже участвував в выставках, вже у мене були всесоюзные, міжнародні выставки по цьому плакату. Уже был более-менее сформирований художник, вже закази виконав. Ми тоді працювали на Криворіздській міській міське. Мій один друг питайся wait'aria в інститут поступати. Він挑maxся. Тобався Я не хотів, я вирішено в інститут. Він де Remónку був ступі. этих плакатов «Человек, Земля, Вселенная», огромные плакаты были такими 60 на 80, где-то 5 штук. Они сейчас находятся, их там закупил музей, Львовский музей, там какой-то филиал Львовского музея в городе Соколе. Там работы Озер Ериха, потом Дженнебекова, Соколова, Леон. То есть все связано с Вселенной, с космосом там. И рядом эти мои плакаты. Сьогодні роботи Олександра Козерецкого зберігаються в багатьох музеях по всій Україні. Художник завжди багато подорожував. Із цих творчих мандрівок привозив враження та етюди. Його акварелі, масло та сепії відтворюють кримські пейзажі, види Седнева, різні куточки Польщі та Чехії і такі рідні патріархальні вулички рідного міста. Мені, звісно, портретів мені подобається писати. Такі, щоб не долгі портрети, а такі, щоб швидше їх зробити. Така так пастозна техніка, десь час, полтора-два, не більше. Така техніка, щоб так зразу все зробити, щоб потім вже не... А то, буває, що пишуть день, два, три, не робити, що-то там виписати, ніхто там виписати. Хоча так, але так експресивно зробити, щоб передати, що-то головне, що важне. А остальне все, якось розмазати, де-то там. Музика паломниками ездили, то есть Киев, Чернигов, там Феофания заезжали, потом Золотоноша, еще там некоторые места. И там получилось, что я там исповедовался у батюшки, и он узнал, что я вообще художник. Пописал там расписать, там Чернигов, вот это же, ну, сделать роспись, там, это получается кафедральный собор, там, Чернигов весь. Вот и в алтаре, там икону я такую писал, «Сошествие святого духа на апостола». Ну, там были, конечно, тоже такие очень сложности, такие, ну, да я там даже, бывалось, там записывался до 3 часов ночи было. И так ночью сидишь, и полы там трещат, трещат, так учили, вроде кто-то ходит там, ну, там, трещь, 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 пошел кто-то, там, а вот, ну, такие у меня аж дрожь потянует, как будто, вот. Вот, а потом тоже были такие моменты, как бы, то пишешь, пишешь, так отвлекся, смотришь, рука сама, как бы, пишет, такое ощущение, это тоже как-то жутко, так и страшно, как-то так, ну, это приятно, это ощущение такое, понимаете? Вот, вроде бы, рука сама, как бы, пишет, смотришь, со стороны, думаешь, как это, ну, так ощущение, вроде бы, и отдельно, а рука отдельно, такое ощущение. После работы в Кафедральном Свято-Троицком соборе Чернигово посыпались запрошения. Теперь фрески и иконы Александра Козарецкого прикрасывают разные храмы Черниговщины и Криворежья. Перед созданными ним образами христиане обратятся к Богу и в домашней молитве. В 2007 году мне заказали одну икону святителя Николая. Вот и подарили в церкви село Руба, Невский, Василькинский район. Там церковь, покрова есть, представитель Богородицы. И где-то через год, наверное, батюшка приезжает и говорит, что икона мироточит. Дед, покажите тот случай, который его рисовал. Это ни при чем, что она, это вы сами там как-то молились, наверное, с вами мироточить. Ну иконы редко пишут, только когда так уже и там заказывали, там. В основном, конечно, пишу и чудо, или какие-то картины пишу. Потому что икона, это очень сложно, она к ней готовится, там какой-то пост, там молитвы, все это как бы сочетание. Возьмешь икону, например, тебе заказали, вот что-то такое, на то не лежит, или сердце, или там душа как-то. Пошел в церковь, обратно что-то, и ждешь того момента, когда она откроется перед тобой, когда пишешь. Это написал, и тихо должно быть, но это меньше реклам, меньше этой шумихи, понимаете? Таких мало художников. А вот это когда получается, что надо работу сделать, и тихо где-то кому-то отдать, там, продать, повесить где-то, или даже подарить кому-то, чтобы меньше кто-то знал, но это меньше афишировать. Шумиха, там, выставки все эти, понимаете, оно немножко что-то забирает от работы, от этого всего. И от трючек, от того. То есть надо все делать, ну, как пишется даже Биби, сделал, ну, то есть добро, и никому не говори, правильно? Тогда оно. Вот так и работает живопись. Только я это понял уже немножко позже. Раньше тоже так как бы сделал, что-то стараясь как бы что-то. Уже немножко позже я это понял, что надо все-таки делать тихо, спокойно, чтобы меньше этой всего было. Тогда оно приносит людям счастье, спасает мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok